приветствую коллеги ассалам алейкум мир тому вашему мы начинаем сегодняшний мастер-класс который посвящен тому как настроить создание и управление виртуальными машинами в к в то есть мы по сути продолжаем серию наших мастер-классов которые посвящены виртуализации предыдущий мастер класс ссылку на предыдущий мастер-класс вы можете найти под этим видео ну а для тех кто меня не знает давайте знакомиться меня зовут константин герасименко я сертифицированный инструктор академии циска и linux profession института кандидат технических наук по специальности информационной технологии ну а здесь я представляю университет садиком где мы помогаем студентам начать эти карьеру айти специалистам повысить свою квалификацию повысить свою экспертность и зарабатывать больше а компаниям найти высоко квалифицированные кадры ну вот сегодня как раз будет занимаемся повышением вашей квалификации мастер-классы это новый формат обучения основанный на принципе леонин байдуин обучение на практике или практическое обучение соответственно коллеги я буду все показывать рассказывать детально объяснять прям очень все детально объяснять ну а ваша задача за мной все повторить как результат у вас в голове появятся те самые знания умения и навыки которые вы сможете продать вашему работодателю повысить свою заработную плату ну и вообще жизнь изменить к лучшему поэтому присоединяйтесь и начинаем собственно коллеги прошлый раз я рассказывал о том как установить к в м здесь вот статью тоже ссылку на статью наш блог вы найдете под этим видео здесь в принципе ничего сложного нету все сводится к тому что нужно убить пользоваться различными утилитами в первую очередь это утилита virt install если вы хотите собственно инсталлировать какие-то виртуальные машины для управления виртуальными жесткими дисками системой хранения данных есть кого ему и мжи соответственно можно там делать различные фокусы как говорится вот ну и управлять всем этим делом нам помогает вирш вирш вот это такая утилита да здесь про нее нету ну вот вот она у меня здесь вирш и соответственно вирш и я здесь могу смотреть на свои там виртуальные машины что-то с ними делать делать там старт например как я сделал старт вот виртуальной машины хостинга или что-то делать еще да можно там редактировать это дело там вот таким вот образом так 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 вот она да соответственно здесь xml и соответственно нужно понимать что тут такое где-то то и соответственно это редактировать таким образом от наших студентов поступил вопрос были нафигеть как это вообще все освоить как освоить этот xml эти теги и что они здесь означают возникает вопрос а если а если легче вариант как все освоить ну и вообще как управлять этим всем делом да потому что на самом деле не очень удобно можно здесь делать все абсолютно коллеги в этом большое преимущество да это как вот в циска в командной строке все лай можешь делать абсолютно все вот здесь точно также можешь делать абсолютно все но получается что необходим некий багаж знаний для того чтобы вы могли со всем этим делом работать и соответственно возникает вопрос как улучшить себе жизнь упростить в первую очередь чтобы можно было вот настроить создание управление этими самыми виртуальными машинами в к вы ими таким образом сегодня мы будем говорить о менеджменте управлении всем этим делом и так собственно я хочу поделиться двумя утилитами которые я лично пользуюсь ну и начнем наверное с первой утилиты это панель управления кокпит у нас уже было несколько мастер-классов о кокпите я даже делал статью отдельно как установить к в м санта си ну или в федоре или в редхэте да и соответственно здесь было вот настройка установка кокпита это панель управления она в первую очередь создана для управления в серверами да но но в чем преимущество как пита в том что к нему можно устанавливать всевозможные плагины например кокпит мужчины с и соответственно как результат вы сможете управлять к в виртуализации всем этим делом с помощью веб-интерфейса поэтому давайте сейчас установим кокпит установим плагин кокпит мужчины с и соответственно попробуем этим делом как говорится по управлять и так я это дело все копируем да здесь dnf ну для санта сада ну а у нас у бунта поэтому я делаю апт и соответственно инсталла кокпит кокпит мужчины соответственно здесь все необходимое установится нажимаем yes и необходимо дождаться установки всего этого дела панель управления кокпит установилась открываем браузер и заходим на наш сервер адрес у меня простой kvm . hhbb.me двоеточие и порт 9090 9090 нажимаем enter подключается по умолчанию по протоколу https но коллеги сертификат самоподписываемый но опять-таки можете заморочиться и сгенерировать там let's encrypt это делается несложно я это не буду рассказывать это просто ну и собственно переходим открывается кокпит вводим имя пользователя пароль пароль кстати обратите внимание вот здесь есть другие параметры и вы кстати можете подключаться к другому серверу то есть если у вас несколько серверов кокпит может быть на одном сервере ну а вы можете подключаться к другим да то есть это такая классная утилита которая позволяет реально мониторить все это дело и так нажимаем войти соответственно я вхожу мой сервер выглядит это дело вот таким вот образом что я вижу то что здоровье моей системы хорошая система не нуждается в обновлении но я вижу что я что фэйлэт логин этэмпс то есть кто-то ломает мой сервер до коллеги вот в чем преимущество таких вот панели управления то что вы заходите вы сразу видите загрузку например там да сколько памяти используется ну и так дальше соответственно я не буду детально обдавну давайте посмотрим значит детально что тут можно логи почитать почитать давайте быстро пробежимся да то есть вот можно посмотреть хранилище что тут у нас с с со всем этим делом да вот вот что у нас тут а с местом до журнал тут виден сеть витана стройка ну и то что нас больше всего интересует коллеги это вот virtual мужчины так вот чтобы вот эта вкладка у вас virtual мужчины с у вас появилась необходимо поставить кокпит минус мужчины с плагин и соответственно все у вас будет работать и так я вижу что у меня стоит одна виртуальная машина в м хостинг ну и соответственно если я на нее нажму то соответственно вот открылась свойства всего этого дела до соответственно что тут видно видно консоль да давайте сделаем расширить но и я могу отсюда прям зайти да давайте так еще раз вот ой 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 так как тут вот она промотаем еще раз то есть я могу сюда зайти и реально начать управлять вот моей виртуальной машиной да можно комбинации клавиш отправить вот таким образом это дело все происходит так дальше возвращаемся дальше давайте посмотрим другие параметры ну например память 8 гигабайт я могу нажать и видите здесь могу подредактировать соответствующие параметры да то есть не нужен никакой нафиг xml то же самое четыре процессора я могу взять сделать больше меньше что еще классно можно редактировать архитектуру самого процессора да то есть сколько у вас сокетов сколько ядер в одном сокете да сколько вас там потоков то есть вот такие вот интересные вещи можно здесь делать так процессор так вот пожалуйста память диски то же самое с дисками можно добавлять удалять настраивать и интерфейсы или там менять какие-то параметры да то есть вы можете если вас там несколько интерфейса вот все это дело можно здесь менять вот таким образом здесь вот таким образом все происходит можно делать снимки системы до снапшоты но снапшоты можно если вас там вы баш шарите как говорится да можно скрипты написать снапшоты будут создаваться автоматически ну а если вы скрипты не умеете да то собственно моментальные снимки вот создать дату и как бы будет вам снимок на то есть вот таким образом коллеги все это дело можно делать вот принудительное завершение перезагрузка migrate вот ну все пожалуйста вот здорово классно вот такая вот прикольная вещь как как пит и собственно плагин для управления импорт можно делать создать там ну и тогда что есть все фактически то же самое что я делал вот здесь вот в с помощью вирш с помощью эдита все это дело можно редактировать вот такая классная штука поэтому берите пользуйтесь ничего сложного нету интерфейс на русском языке поэтому можно говорится легко все это дело управлять поехали дальше вторая часть сегодняшнего мастер-класса что я вам хотел показать это утилиту которая называется вирт менеджер в которой тоже можно все то же самое делать управлять настраивать изменять и инсталлировать удалять все эти виртуальные машины но давайте посмотрим да единственный важный момент то что вирт менеджер он работает под linux-ом под linux-ом поэтому мне необходимо будет это дело все установить в линуксе да то есть я сейчас вот в линуксе и соответственно давайте мы его установим да то есть вирт менеджер идеально подходит если у вас на ноутбуке линукс и вы все время работаете в линуксе поэтому вирт менеджер просто для вас удобнее будет даже чем тот же самый кокпит и так поехали как его установить апт апдейт я уже понятное дело сделал соответственно апт install вирт минус манагер нажимаем enter здесь будет установлена 79 новых пакетов 162 мегабайта займет место нажимаем yes enter ну и собственно необходимо подождать пока все это дело установится так установилась что забыл еще сказать то что необходимо поставить такой пакет который называется ssh минус ask pass это пакет который необходим для того чтобы выполнять аутентификацию при подключении вирт менеджером к удаленному серверу без него собственно не получится поэтому необходим так здорово собственно следующий этап это я запускаю вирт менеджер веры ты минус манагер так так открывается открывается вирт менеджер так 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 open display что ж такое так еще раз где мой вирт менеджер так 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 не хочет запускаться вирт менеджер из консоли поэтому мы нажимаем вот сюда application run program ну и собственно пишем вирт минус менеджер он находится нажимаем launch и пожалуйста вот он запустился что важно то что вирт менеджер по умолчанию он пытается подключиться к блокал хосту да то есть он думает что гипервизор находится как говорится локально но он у нас не локальный да то есть это у меня рабочий стол здесь всего лишь навсего а сервер у меня совсем другой сквм а поэтому мне необходимо к нему подключиться и так нажимаем файл это connection дальше ставим галочку юзернейм root вводим хост-нэйм квм . hhbb.me можно поставить галочку auto connect то соответственно при включении компьютера при запуске вирт менеджера будет происходить подключение автоматически это не всегда удобно особенно если вас ноутбуки и бывает что там подключайтесь через 4g интернет бывает не очень хороший поэтому я эту галочку не ставлю дальше коллеги вот это вот программа которая вот эта кошка которая появилась куда нужно ввести будет пароль это вот как раз тот пакет который ask ssh ask pass pass да вот его без него работать не будет значит здесь произошел обмен ключами rsa и соответственно необходимо здесь подтвердить что я хочу использовать эти ключи поэтому я здесь просто пишу yes нажимаю ok это первый раз я подключаюсь к этом серверу да поэтому нужно вот так вот это делать ну и дальше я ввожу пароль пароль ввожу и нажимаю ok и соответственно вот пожалуйста я подключился и вижу мою виртуальную машину точно так же и так давайте нажмем open вот она открывается у нее в этой виртуальной машины по умолчанию стоит стоит пароль на внц да по пароль нужно на ввенце ставить обязательно потому что вас как говорится быстро хакнут вот поэтому я ввожу пароль который мы ставили с вами прошлый раз нажимаю войти и вот пожалуйста да соответственно точно так же коллеги как и в кокпете я могу входить сюда в консоль и соответственно ну то есть полноценный рабочий стол и здесь могу там что-то там делать там и тоже там что-то смотреть как она у меня что работает прекрасно здорово поехали дальше нажимаю на information и соответственно здесь вот вы можете менять вот те самые параметры которые вы хотите если вы хорошо разбирались до этого в вирше и могли в xml легко как говорится редактировать то соответственно здесь вот такая галочка вкладочка xml единственно что чтобы система вам разрешила редактировать xml здесь посмотрите написано что нужно подтвердить что вы разбираетесь соответственно в настройках в preference ах нужно поставить галочку что разрешить где эти preference и вот здесь вот мне 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 где preference и preference и preference и preference и preference и так это не здесь где-то да надо сделать клоус нужно отключиться и в настройках поставить галочку тогда будет разрешать но давайте наверно чуть позже покажу это дальше ну вот details дальше information performance рисуются графики пожалуйста красиво все рисуется давайте попробуем создать какую-то нагрузку данном наш сервер так как а b минус n тысячу минус c 100 и http ввв hbb . me да давайте попробуем погони ага тысячу мало давайте сделаем десять тысяч десять тысяч или даже больше параллельных запросов там вот так ага памяти не хватает так сто подождите давать поменьше пошло значит ну что вот мы видим график видите нагрузка на сервер возросла да то есть пожалуйста все это дело видно и вы можете все это дело прям очень дальше вот мониторить и смотри там нагрузку да то есть вот пожалуйста все это отражается в видите как процессор то подгрузился подгрузился да то есть вот apache bench собственно нагрузил мой веб-сервер сейчас посмотрим что тут напишет еще что медленный сервер так да значит одновременно тысячу соединений да и несколько миллионов этих самых соединений ну вот пожалуйста сервер подгрузился все это дело тоже очень даже хорошо видно по идее в кокпите так где мой сервер вот здесь вот обзор тоже должно быть это дело все так так о видите 56 из 8 процессоров здесь просто не все процессоры задействованы для этой виртуальной машины тоже можно это дело все посмотреть вот как это дело все подгружается да то есть пожалуйста все это дело видно коллеги как в кокпите так точно и собственно в в линуксе в вирт менеджере тоже вы можете это дело все наблюдать ночью здорово прекрасная утилита поэтому как говорится рекомендую поехали дальше следуя давайте посмотрим тут другие вкладочки всякие cpu опять-таки можно редактировать да точно так же можно менять топологию процессора архитектуру его память можно редактировать больше меньше с дисками делать все возможные фокусы вот сидером что нибудь там приотачивать или наоборот сделать там давить добавлять убавлять что-то там что вы там хотите вот но вот вот такая вот интересная штука да то есть все то же самое можно очень даже неплохо делать пароль кстати вот здесь ставится на vnc да то есть пожалуйста все это дело здесь можно редактировать кстати есть такая классная кнопочка называется от хардвэя и вы можете добавить какое-то устройство которое вам там необходимо ну например вы хотите в виртуальную машину пробросить юсб токен для подписи вот этих налоговых накладных или какую-то там ну вы вы поняли да цифровую подпись для налоговой для отправки отчетов usb токен можно пробросить да вот сюда нажимаем юсб хостевайс и соответственно можно будет пробросить но у меня нету этого токена в этом сервере поэтому здесь пусто но на самом деле если он вас будет можно выбрать и нажать добавить и соответственно будет добавлено то есть ну здорово на самом деле вот такая вот интересная штука поэтому коллеги как говорится берите пользуйтесь вирт-менеджер весьма даже неплох так отключаемся от самого вирт-менеджера давайте от виртуальной машины и вот здесь вот то что я хотел вам показать настройки edit preferences и вот здесь вот есть такая галочка enable xml editing вот то что я рассказывал чтобы можно было редактировать уже xml файлы xml свойства виртуальной машине в вигляде xml и так переходим и пожалуйста вот вы можете прям кроме того что можно редактировать всю машину то вы можете редактировать только свойства конкретного конкретного какого-то там там сетевого адаптера там да например можно менять там его там mac адрес или там какие-то другие параметры да вот архитектуру процессора и так дальше то есть вот пожалуйста все можно редактировать в xml если вы тоже хотите никаких проблем нету дальше есть кнопочка менедж снапшот соответственно вы точно также можете сделать снапшот коллеги при необходимости да вот выбрать конкретную там систему нажать финиш и будет вам пожалуйста снапшоты точно таким же образом все это дело получается да то есть прекрасно на самом деле да то есть никаких проблем нету удобно здорово поэтому на первом этапе я думаю что вам пригодится прям совсем совсем здорово значит что интересно если стать мышкой на сам гипервизор вот сюда да и hbb точками нажать правая кнопка вот здесь есть details то вы можете тоже смотреть уже за самим гипервизором ну точно так же как и в кокпите да соответственно здесь есть virtual networks соответственно вы можете вот опять таки менять какие-то параметры вашей сети там например проброса ipv6 сюда можно сделать там да или сделать там не над режим пересылки пакетов не на то например там bridge или там роутед метод какой-то там да то есть все это здесь можно делать можно добавлять новые сети там да вот опять-таки смотрите что тут доступно то что я рассказывал роутед там бридж у меня не стоит но можно добавить бридж сюда например там да вот то же самое вот ipv6 там dns и что-то там до configuration кастом и тогда что есть все это дело здесь можно вот таким вот легким как говорится способом изменять но и есть вкладочка storage соответственно если у вас есть какое-то там сетевое хранилище или какое-то другое хранилище где вас там хранятся образы ваших виртуальных машин то соответственно здесь тоже можно это дело все подключать удалять изменять и соответственно будет все это дело вас здорово работать вот такие вот две классные утилиты коллеги рекомендую вам всем этим пользоваться значит cockpit с плагином cockpit machines вот соответственно можно управлять всеми этими виртуальными машинами ну и собственно вариант номер два это значит вирт менеджер который всем этим делом тоже может управлять можно подключаться к нескольким квм сервером да соответственно здесь вот подключиться и как бы изменить как говорится свою жизнь к лучшему ничего сложного нету ставится все легко ну и как бы будет вам намного легче таким образом коллеги мы успешно справились с настройкой управлением виртуальных машин под квмом если вам это видео было полезным оцените его лайком ну и вообще подписывайтесь на наш канал где мы проводим всевозможные классные мастер-классы по вашим заявкам может быть во что-то не получается или может быть вы хотели о чем-то сделать собственно мастер-класс то пожалуйста об этом напишите и мы с большим удовольствием для вас все это дело выполним настроем ну и вы сможете всем этим делом пользоваться если для вас интересна тема сетей линукса кибербезопасности или программирования то я вас приглашаю к нам на курсы пожалуйста подавайте заявочки на курсах вы сможете систематизировать ваши знания то есть все рассказывается от простого к сложному да все прям в разложите по полочкам можно получить международные сертификаты в центре сертификации эти сертификаты работают в любой стране мира ну и что самое важное коллеги мы еще помогаем с трудоустройством поэтому подавайте заявки присоединяйтесь нашу дружную семью где мы учимся вот так вот на практике на в по принципу лен инбайдует ну на этом все спасибо вам большое что были со мной на протяжении этих 40 минут мир дому вашему ассалам алейкум берегите себя своих близких несите тяготы друг друга всем до свидания